Весна. Время солнца, тепла и долгих прогулок по паркам. Для одних. Для других же – период насморка, головных болей и желания спрятаться дома. Поленос или аллергия на пыльцу растений. По статистике, от нее страдают около 30% россиян. Несмотря на широкое распространение этого заболевания, с ним связано множество мифов. Что из них правда, а что нет – сейчас разберемся. Традиционно принято считать, что сезон аллергии наступает с конца апреля – начало мая, когда на деревьях уже появилась листва и средняя температура воздуха выше 10 градусов. Однако биолог Дмитрий Брицкий с этим не согласен. Первая волна пыления начинается до того, как большинство растений цветет. И даже до того, как появятся листья. Летит пыльца ветроопыляемых растений, которым как раз важно, чтобы ничего не мешало распространению пыльцы. В наших широтах это ольха и лещина. У нас была такая хорошая снежная зима, которая важна для правильного формирования пыльцы у многих растений, в том числе как раз у березы. Так что, скорее всего, береза будет полить довольно сильно. Еще одно утверждение. Если около вашего дома нет деревьев-аллергенов или вы живете на высоком этаже, значит и бояться пыльноза не нужно. Но правда ли это? Вот это полный миф. Отсутствие деревьев-аллергенов вокруг ничего не значит. Пыльца летит далеко. Пыльца альхи летит на 600 километров. Пыльца березы летит на 1000, даже на 1200. Наши ловушки пыльцевые, они стоят на высоте там от 15 до 25 метров. Там все прекрасно. Были работы, когда ловили там с метеозондов, с самолетов, с каких-то там аэростатов. Весенний поленос – это и повод пересмотреть свой рацион питания. Например, при аллергии на пыльцу березы сок этого дерева лучше не употреблять. Существует такое понятие – перекрестная аллергия, когда иммунная система путает белки, содержащиеся в пыльце березы, и белки других растений. Например, косточковых – это вишня, черешня, персики, абрикосы, соответственно, сезонные летние фрукты могут вызывать симптомы, похожие на симптомы аллергии на березу. Такие же симптомы могут случиться, если человек ест орехи, поскольку лещина – это ближайший родственник березы. А вот пыльца, которую переносят насекомые, например, пчелы, редко становится причиной аллергии. Поэтому, вопреки сложившемуся мнению, врачи убеждены – лечить поленос медом бесполезно. Помимо этого, еще одна важная рекомендация от специалистов – это время выхода на улицу в период цветения. Если у вас аллергия, прогулки оставьте на вечернее время, когда воздух будет более влажным. В сухие, теплые, ветреные дни пыльцы в воздухе может становиться значительно больше за счет того, что пыльца выбивается из пыльников порывами ветра. В холодные дни пыльники закрываются, количество пыльцы в воздухе уменьшается. Проливной дождь выбьет пыльцу из пыльников и прибьет ее к земле. Мелкий, туманоподобный дождь выбьет пыльцу из пыльников и будет поддерживать ее циркуляцию в воздухе. Соответственно, симптомы могут даже слегка усилиться. Избавиться от аллергии навсегда нельзя, однако с ней можно научиться жить. В период цветения соблюдаем нехитрые рекомендации. Пришли с улицы, одежду в стирку, сами в душ, а в квартире открыли окна, чтобы устроить небольшой сквозняк. И главное правило – не заниматься самолечением и обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова